В минувший вторник в бывшем райцентре историческом селе Махнёво, которая старше Екатеринбурга как минимум на 99 лет, дала о себе знать топорная работа алопаевских полицейских, слишком гуманно отнёсшихся к местному заплечный гелмастеру, который, похоже, что не расстаётся с топором, при этом плюёт на чужое право собственности, домашний арест, а также безопасность чужих детей. Полицейские помчались в село по экстренному вызову из местной начальной школы, где и учителей, и детишек встревожил от чего-то. Обычный местный мужичок с обычным топором, который просто ходил с ним по школьным коридорам, особо никому не обращаясь, ни с какими предложениями, по примеру Родиона Раскольникова, либо солдата, который тоже при помощи топора, но гораздо более гуманным образом развёл на щедрость не менее жадную старушенцию. По прибытии полицейские сразу опознали вчерашнего клиента. А оказалось, что всего лишь днём ранее, в понедельник, абориген Илья Перевалов с тем же топором приходил в магазин, но тогда он был в маске и пытался его ограбить. Не вышло, полиция помешала и повязала. Уголовное дело по статье «Разбой» разбудили, свезли его в нынешний райцентр, то бишь Валопаевск, и там в суде следствие запросило для него меру пресечения в виде ареста, но чуть-чуть ошиблась, имея в виду арест домашний, мягкий, пушистый и уютный, с запретом выходить из избы и посещать общественные места. Для контроля дистанционного надели на него специальные браслеты, а он на них плевать хотел. Вечером его из Валопаевска в этих браслетах домой привезли, а уже утром он прямо в них пошёл в школу. С топором. Видимо, что-то хотел зарубить на носу. Дополнительно стало известно, что пациент давно нигде не работает, а кроме того, паразитирующий Илюша имеет условную судимость за кражу. И как с таким-то букетом, да после попытки вооружённого разбоя, гражданина, у которого эгэгэи привыкли руки к топорам, умудрили составить рядом с живыми людьми и детьми. Тем более, что надо ещё разобраться с помощью психопатских докторов, из какого такого топора у него каша в голове? Цитата от начальника пресс-службы в СИАГУ МВД по Свердловщине товарища полковника Валерия Горелых. «В ходе расследования, возможно, будет назначено медицинское обследование на предмет состояния здоровья. В связи с неадекватным поведением, в частности, перевалов иногда, представляется родственником известных в стране людей». Конец цитаты, явно намекающий на то, что на этот раз из Алапаевского суда он выйдет под арест уже без браслетов и не домой, а в более надёжное арестанты-хранилище. Субтитры создавал DimaTorzok